Сегодня я вам не буду рассказывать про ужасные дороги, про преступность и экологию. Сегодня я приглашаю пролететь со мной над городом-миллионником зимой и поговорить о более приятных вещах. Усаживайтесь поудобнее, заварите чай и посмотрите это видео в хорошем качестве. Ведь съемки зимой порой при температурах ниже минус 20 градусов и в снежную бурю дело не из простых как для дрона, так и для пилота. Поддержите автора простым нажатием на палец вверх или сердечко в зависимости, где вы это смотрите. Это очень важно. С вами Евгений. Полет будет проходить между Уралом и Сибирью, над Челябинском. И мы поднимаемся над городом. Сибирь. 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 Челябинск Город Челябинск основан в 1736 году и расположен почти в самом центре Евразии. Находится на границе между Уралом и Сибирью, субъект Российской Федерации. Столица Южного Урала. С населением на момент создания этого видео чуть более чем 1 миллион 179 тысяч человек. Также город известен под неофициальным названием Танкоград. Город расположен от 200 до 250 метров над уровнем моря. Ближайшие крупные города это Екатеринбург 213 километров, Копейск 16 километров, Уфа 540, Курган 294 и Магнитогорск 320 километров. До Москвы отсюда 1447 километров. Расположен город на обоих берегах реки Миас. Причем одна половина Челябинска относится к Уралу, а другая к Западной Сибири. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной он происходит от тюркского «челеби», что означает «образованный» или «царевич», по другой «челяба» восходит к башкирскому слову, что означает «впадина» или «неглубокая яма». В пользу второй версии говорят заметки немецкого путешественника Югана Емелина, посещавшего Челябинскую крепость в 1742 году. Также «челебь» может переводиться с башкирского как «ведро». Сейчас точно уже никто не сможет дать точный перевод этого слова. От самих местных можно услышать, что Челябинск – это яма. Наверное, это и будет самым точным определением значения названия города. Тут живет почти вдвое больше людей, чем, например, во всей Черногории. Но в период с 2008 по 2018 год рост населения составлял порядка 100 тысяч человек. В 2018 году началась убыль, которая продолжается до сегодняшнего дня и составляет по разным оценкам от 30 тысяч до 87 тысяч человек. Сейчас город находится на седьмом месте по численности населения из 1117 городов Российской Федерации. И правда в словах юмористов все же есть. Город этот действительно суровый. Сегодня Челябинск – официальная столица Южного Урала. Крупный промышленный центр, который стремительно развивается, растет вширь и ввысь. Развивался Челябинск всегда очень динамично. Способствовало этому крайне удачное географическое положение. Город называют еще воротами Сибири. Через него проходят важнейшие для страны железнодорожные пути. При советской власти началась слава города как промышленного и индустриального центра. Заводов и фабрик в нем были десятки. И со всей страны для работы на предприятиях сюда съезжались комсомольцы и коммунисты. Сейчас город активно строится, растет. Появляются новые предприятия. А вот промышленные заводы, напротив, работают не так динамично, как, скажем, в советское время. И поэтому все больше людей задействовано в других сферах деятельности. Но прослойка интеллигенции по-прежнему довольно тонкая и сгруппирована в основном в нескольких районах Челябинска. Конечно, в городе есть очень хорошие врачи, педагоги, ученые, интеллигентнейшие, профессиональнейшие люди. Но по сравнению с обыкновенными работягами они в заметном меньшинстве. Флаг Челябинска, утвержденный в 2002 году, представляет собой желтый навьюченный верблюд. В знак того, что по территории города проходили важные торговые пути. На фоне крепости, показывающий, что Челябинск был основан как крепость. Верхняя часть флага имеет золотой цвет, символизирующий прочность, величие, богатство, интеллект и великодушие. Нижняя часть имеет зеленый цвет, подчеркивающий живописную природу, окружающую Челябинск. Территория города разделена на 7 районов. Это Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский и Центральные районы. КОНИНСКАЯ СТУАФОСОБИНСКАЯ СООБЩАТСИЯ Город Челябинск Климат по общим характеристикам относится к умеренному континентальному. Так зима длительная, умеренно холодная и снежная. Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется в 145-150 дней в году. Средняя температура января равняется от минус 15,5 градусов до 17,5 градусов ниже нуля. Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 49 градусов. Весна здесь продолжительная и умеренно теплая. Летние температуры начинают подниматься уже в мае. Лето умеренно теплое и сухое. В отдельные годы дождливое. Средняя температура воздуха в июле равняется от 18 до 19 градусов Цельсия. Абсолютный максимум температуры отмечен в 1952 году и составлял он плюс 39,2 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Излюбленным местом гостей города является пешеходная улица Кирова, где находится множество интересных памятников. Например, нулевая верста или же памятник добровольцам-танкистам, памятник Александру Розенбауму и памятник основателям Челябинска, а также другие скульптуры, а также скульптуры «Мальчик с верблюдами», «Левша», «Художник у зеркального мольберта», «Городовой саксофонист» и другие. На улице представлены всевозможные бутики, рестораны, кофейни, бары и другие магазины. Площадь революции с представленным на ней вождем мирового пролетариата и сквером, в котором летом особенно многолюдно и поющим фонтаном тоже пользуются популярностью у горожан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Среди всех городов-миллионников России Челябинск является одним из самых компактных по площади. При этом в рейтингах стоимости жилья и развития городской инфраструктуры он занимает одно из первых мест. Этот город является одним из немногих мегаполисов в мире, в центре которого располагается самый настоящий реликтовый лес. Речь сейчас идет о Челябинском городском горе и находящемся в нем парке культуры отдыха имени Гагарина. Лесной массив фактически находится в 10 минутах ходьбы от главной площади города Миллионника и занимает 12 квадратных километров. При этом на 92% он состоит из реликтовых сосен. Даже во всем мире такое встречается крайне редко. По мнению ученых, сосновый лес на этом месте возник многие миллионы лет назад, после ухода огромного ледника, который долгое время занимал практически весь Урал. При этом находится Челябинский лес на гранитной платформе. И не случайно в Бару можно встретить огромное количество карьеров, большинство из которых превратилось в живописные пруды. Когда-то здесь вели активные разработки гранита. И между прочим, большинство старых зданий в историческом центре города облицовано камнем именно из этого Челябинского бора. О Челябинске заговорили во всем мире в 2013 году, после того, как над городом взорвался метеорит. Но над городом он только взорвался. Сам метеорит упал в озеро Чебаркуль. Смотрите видео из Чебаркуля по ссылке в описании. Однако тогда взрывная волна повредила более 7300 сооружений. А примерно 1600 человек пострадали. Так или иначе. Многие за помощью не обращались. И сколько было пострадавших на самом деле, мы уже точно не узнаем никогда. Еще из интересных фактов это то, что в одной из челябинских тюрем в молодости провел несколько дней сам Иосиф Виссарионович Сталин. В Челябинске очень мощная исследовательская научная база. Так, например, Южноуральский государственный университет и Челябинский городской университет суммарно выпускают в свет каждый год около 60 тысяч квалифицированных специалистов. Или, например, тот факт, что в Челябинске была впервые исследована сибирская язва, после чего ученым удалось разработать эффективное противоядие от смертельной болезни. Народное название этого города – Танкоград. Так как в период Великой Отечественной войны челябинская промышленность производила массу танков и боевых машин. В Челябинск во время Великой Отечественной войны множество предприятий было эвакуировано подальше от фронта. Так, например, челябинцы освоили массовое производство танка Т-34 всего за 33 дня. Конвейер средних танков заработал 22 августа 1942 года, и всего из этого цеха вышло 5094 машины. Именно здесь впервые в мире средние танки начали собирать на конвейере. К концу войны в каждом третьем военном самолете или танке присутствовала челябинская сталь. Благодаря этим немыслимым человеческим подвигам Челябинску достоин почетной награды города трудовой доблести и славы. Челябинское озеро Смолино представляет собой кусочек Древнего океана. Сейчас вода в нем почти пресная, но еще сто лет назад она была соленая. Опреснение произошло вследствие антропогенного присоединения его к другому озеру. По восточному и северному берегу озера проходит улица Новороссийская протяженностью 4750 метров. На сегодняшний день в Челябинске функционирует второе по величине колесо обозрения в России. Диаметр конструкции около 73 метров. В городе развита медицина и практически отсутствует безработица. Большое количество крупных металлургических предприятий, в окружении которых находится город, способствует росту экономики и обеспечивает город рабочими местами. Сегодня Челябинск можно назвать городом-трансформером. В нем просто в огромных количествах строится новое жилье, сносятся ветхие здания, меняются улицы, появляются целые микрорайоны, улучшаются дворы. Помимо новостроек в городе, вот уже более пяти лет идет реконструкция дорог, постройка новых мостов и развязок, в том числе и совершенно уникальных, двухуровневых в европейском стиле. Сейчас почти каждая дорога в городе подверглась ремонту или расширению. Если говорить об общественном транспорте, то в городе есть трамваи, автобусы и троллейбусы. Конечно, основная масса людей предпочитает передвигаться на собственных авто, но и общественный транспорт используется довольно активно, особенно в зимнее время года, когда многие автовладельцы не выезжают на своих машинах. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, в случае блокировки YouTube в нашей стране подпишись на группу ВК, чтоб не потеряться. Больше интересной и актуальной информации в приложении ВК.